Доброе утро всем! Если можно назвать добрым, потому что... Короче, ребенок опять встал в 6 утра, и я сегодня такая разбитая, как никогда хотела за шертом мне еще поспать, но все равно. Чувствую себя так, как во время болезни, но постараюсь об этом поменьше думать. Сейчас уже полдень, я все еще опухшая, погода снова великолепная, но боюсь, я снова пропущу солнце, потому что ребенок что делает? Правильно, спит. А с утра у меня вообще не было сил выйти из дома, погулять с ним, я просто помирала. Ну, сейчас уже так, надо еще вторую чашку кофе выпить, и будет получше. В общем, сегодня у меня такой трудодень планируется, я уже очень много всего сделала, на две трети разобрала рабочую почту, там, воркой занималась и так далее. У меня тут список дел из 15 пунктов, что сегодня надо выполнить. Вот сейчас стиралку пойду разгружать. В общем, все, возвращаюсь в привычный для себя режим. Еще хотела спортом сегодня позаниматься. Заниматься с утра, но сил не хватило, я не знаю, если вечером будет, позанимаюсь. У меня просто такая дикая слабость. Мы вообще сегодня должны были еще моего курса укола фартеша начать. И я просто сказала, что я не буду этого делать, потому что у меня руки вот такие вот, поэтому... Задвинули, отодвинули, это все. И, и, и... А еще хорошо на работу, у него еще потом тренировка, так что он молодец, будет спортом заниматься. Я сейчас вот эту плов есть. Ой, я еще и чихать буду. Один маленький мальчик проснулся. Ты проснулся? Да. Кушать будешь? Да. А гулять потом? Не очень хочешь, да? Скажи, это я не люблю. Забавный такой. В общем, что с фокусом? Пока ребенок спал, я успела кучу всего по дому. Я сняла остатки лака, но у меня бесцветная была, база стерла ее. Вот, и надо... Короче, покрытие осталось сделать, но это я сделаю вечером, если я буду в силах. Вот, а еще я, естественно, читала комментарии. Прям нехилые рассуждения там разгорелись и баталии. Столько комментариев давно не было. Кто-то меня поддерживает, кто-то нет. Но это нормально. На самом деле, глядя уже трезвым взглядом на вчерашнюю ситуацию, поскольку сегодня я уже успокоилась на эту тему, конечно, меня просто обидело то, с каким тоном со мной разговаривали. Вот и все. Потому что я с незнакомыми людьми всегда предельно вежлива, даже если они меня весят, даже если, я не знаю, пьяный мужик наступит мне на ногу в общественном транспорте, я скажу, извините, пожалуйста, не могли бы вы убрать ногу с моей ноги? Мне больно. Ну, у меня ребенок на голову пытается встать. Но не буду при этом хамить. По крайней мере, сразу же, если мне не нахамят. Вот, поэтому я была в шоке, что в такой праздник в церкви мне служительница в церкви нахамила. Вот и все. Тебе нравится песенка, да? Ты помогаешь мне развешивать белье? Нет, телефончик не дам. Какой ты сразу? Нету тут телефончиков никаких. Надо искать в другом месте. Ну, здесь загадочные. Телефончики, они так раз и исчезают, понимаете? В общем, мы вернулись домой, погуляли. На улице не снимало, там холодно-ветрено снова. Поэтому берегу камеру и свои пальцы. Прошли домой, белье развесило. Сейчас буду фотографироваться. Сигнами. Артешкин, ты помогать мне будешь или не будешь? Ты будешь грызть чехол, я поняла. Да? Это камера, смотри. Это кто? Кто это? Кто это? Это ты? Это ты? Ой, сколько у тебя зубов много. Много зубов, да? Сколько у тебя зубов? Ты еще не... Ты вот так показываешь? Ой, ты стоишь. Молодец какой. Утя? Я отсняла сигны. Вот такая куча. И это еще не все. И теперь буду их рассылать. И... Хочу сказать, что все сигны, письма и подарки я отправлю на эту неделю. Так что жди тех, кто победил. Мама говорит, а пчхи? Что надо сказать? Надо сказать, будь здорова. Будь здорова, надо говорить. Будь здорова. Это смешно, да? Скажи, будь здорова. Ну, я такая, а пчхи? А ты мне, будь здорова, мама. В рот нельзя бумажку. Что будешь делать? Ёлочка. Там ёлочка. Ёлка. Огоньки горят. Огоньки красивые, да? А? Ты пальчиком показываешь? А где репка твоя? Хочешь, почитаем? Репка. Где репка? Найди, где книжка твоя любимая? Да, бумажку не теряй. Где репка? Нет, это не репка. Ну-ка, поищи. Где репка? Посмотри, вон там. Где репка? Реп... Нет, это не репка. Нет. Вон репка лежит. Красная книжка тебе нужна. Вон та. Да, да, вот эта. Молодец. Вот, это же репка. Ты что, забыл, как книжка выглядит? Читать будем? Да? Будем. Ты хочешь читать репку, да? Жили-были дед с бабкой да внучкой. И были у них собачка-жучка, кошка-муська. И мышка-нарушка посадил как-то дед репку. И выросла репка большая-пребольшая. Я уложила Артёшу и делаю маникюр. И сейчас параллельно буду заниматься делами, сигны отсылать. Но я сегодня буду сидеть недолго, потому что я очень хочу спать. Поэтому где-нибудь в полдесят, в десять я уже точно пойду в караван. Сейчас пока восемь вечера. Куся, как всегда, кричит. Куськи. Сейчас буду его кормить. Маникюр сделала, пеникюр тоже. Все готово быть, как сказать, собранным человеком. А то внешний вид, как вы знаете, влияет на самоощущение. И это факт. Очень такой... Как сказать? Про факт. Настоящий. В общем, так оно и есть. Смотрите, какой милый котик. Ты голодный, да? Ты голодный? Очень голодный котик. Сейчас покармлю его, смонтирую влог и пойду спать. Как раз уже Алишер приедет. О, господи. И мне сегодня, конечно, пришлось заблокировать очень большое количество людей под вчерашним видео. Потому что там такой срач в комментариях образовался. И всех, кто не умеет себя вести, я отправила в бан. Потому что у меня просто глаза вытекают это читать. Я благодарна вам всем за комментарии. Меня реально успокоили. Указали мне на то, где я была неправа. Указали на то, где были неправы. Служительницы церкви. И я понимаю, что тут и моя вина, и их вина. И все, у меня уже душевное спокойствие, равновесие. Но очень многие люди себя отвратительно повели в комментариях. Поэтому я просто там сидела в бан, в бан, в бан. Потому что я не хочу. Серьезно. Пускай у меня будет меньше подписчиков. Но эти подписчики будут нормальные люди. А я не хочу, чтобы меня смотрели плохие люди. Поэтому спасибо вам большое. Мы вежливые, понимающие подписчики, которые умеют поставить меня на место. Вежливые. Я это всегда очень ценю. И если вы мне написали комментарий, он остался висеть. Он никуда не делся. Это значит, что 95% вероятности я его прочитала. Проняла к сведению. И все. То есть, если я там категорически с кем-то не согласна, я просто удаляю. Когда уже какую-то глупость пишут. Поэтому даже если вы мне написали, что ты вот, Алиса, ай-яй-яй, на ваш комментарий висит. Значит, спасибо вам за ваш комментарий. И день сегодня был хороший. Не очень разнообразный, но хороший. Мы с вами увидимся завтра. Завтра денечек будет не такой домашний. Я, кстати, уже много сигн отправила. И у меня уже глаза немножко болят от компьютера. Я не знаю, если сейчас будет время. Еще несколько отправлю. Лимит ВКонтакте пока позволяет. Просто сил у меня не очень много сегодня. Все. Всех люблю. Всех целую. Всем пока. И всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok